Еще в конце ноября в Славянском районе по инициативе Управления образования вновь был объявлен традиционный конкурс на лучшую елку. Главная идея – сделать новогоднюю красавицу своими руками. Как с этой задачей справились юные славянцы, смотрите в следующем материале выпуска. Ежегодно в канун Нового года в Славянске на Кубани проводятся различные конкурсы, массовые мероприятия. Город словно погружается в новогоднюю сказку. А кому как не детям участвовать в новогодних конкурсах? Ведь они главные виновники торжества на этом зимнем празднике. Районный конкурс «Чудо-елка-2015» был объявлен в целях развития у детей творческих способностей и бережного отношения к семейным ценностям. На этот раз в нем приняли участие ребята из 30 школ и 23 дошкольных учреждений. Елочки, которые они соорудили, вместе с родителями удивляют своим разнообразием. На выставке, которая представлена в городском Доме культуры, можно увидеть самые удивительные зимние красавицы – маленькие и большие, из бумаги, железа, ткани, салфеток, пластиковых стаканчиков и бутылок, из дерева, ниток и многие другие. Среди тех, кто принял участие в конкурсе – ученица 4-го лицея Ксения Еременко. Она вместе с родителями из подручных средств соорудила елочку во главе с главным символом наступающего года – обезьяной. По словам девочки, времени на работу ушло около недели. Мы использовали перец, который находили в огороде. Также находили и рябину, которую собирали, шишки, которые находили в Сан-Гиганте, собирали. Их затем красили и много чего делали. Также мы использовали овес, рис, многое другое. Как показывает практика, такие конкурсы не только создают новогоднее настроение и дарят радость детям, но и объединяют, сближают детей и их родителей. Не зря говорят, что совместное участие в таких мероприятиях и стремление к победе помогают сплотиться. Итоги конкурса «Чудоёлка-2015» будут подведены в ближайшее время. Надежда Неткочева, Александр Косицын, программа «События».